Девушки отдыхают Ты шумишь, я не могу осмотреть пациентов, ты не понимаешь? Хватит, брат, оставь людей Пришел начальник с ним и объясняйся Ты что здесь делаешь? Я спрашиваю тебя, что делаешь здесь? Он тот самый доктор, Фелис, мешает нам работать Помещением владеешь ты, Фелис? И я владелец этого места И ты отсюда уберешься Я говорила тебе ранее, чтобы ты не появлялся в моем окружении Я не могу вот так вот уйти Это же не продуктовый бизнес, там центр здоровья Если хочешь, можешь ты отсюда уйти Уйдешь Или насильно тебя выкину отсюда, понятно? Напишешь заявление и уйдешь Со мной адвокат Подам на тебя в суд, понятно? Когда приду сюда Тебя не должно быть здесь, понятно? Проваливай Уходи А вы работайте А если он вернется? Он не сможет больше вернуться И ателье мы откроем В чем дело, доктор? Ссора закончилась? Вы все решили? Что поделать, доктор? Отправить пациентов? Чуть позже Позже Или вы не договорились? Вот почему они специально бьют в стены Ведь так? Ты в порядке? Чашку чая принести? Мне не нужен твой чай, хорошо? И пациентов не приглашай Прошу тебя Оставь мне одного Сестра, давай Хорошо, доктор Алло Это Барыш Знаю, ты ненавидишь меня Но Давай встретимся Хорошо Через два часа на побережье Ладно? Ладно Я буду ждать Большое спасибо Фелис Это твой старый знакомый? Ведь так? Беспокоить не будет больше Если придет еще раз Звоните не Фелисом мне Это моя визитка Он не может вот так вот Останавливать ремонт Я как адвокат Запрещаю ему это Не переживайте Больше не придет Ну как ты? Немного неприятное совпадение вышло Не переживай Он уйдет без проблем А если не уйдет? Но если он избегает тебя Почему же он передумает? Тоже верно Фелис, ты иди если хочешь Я подожду Если он вернется Я поговорю с ним Это еще почему? Если придет, то получит Это мое помещение Зачем мне уходить? Твое дело Мастер Ты что делаешь, а? Хочешь руку сломать? На это нужно разрешение взять Это я приказала ему Чтобы здесь все было прямо Нет, так не делается Для этого нужно разрешение Вы впутываете нас в проблемы Не нужно, сестра Поставим машинки вон там А стол для розетки вот сюда Может быть полки повесить сюда? Эта сторона будет как противоположная А туда поставим столы Хорошо Привет Привет Не хочешь присесть? Не хочу, спасибо Говори, что хочешь Я пойду Хорошо Тюлай, послушай меня Фелис ненавидит меня Я знаю это Она не хочет меня видеть И это вполне нормально Но пусть она идет по своему пути Понимаешь? Пусть забудет меня Занимается своими делами Не знаю, может быть Она собирается мстить мне постоянно Правда? Какая месть? Фелис живет своей жизнью Давно забыла тебя Она стала бизнес-леди Тюлай, не начинай, прошу тебя Она недавно кидала камнями в мои окна А теперь рядом со мной открывает свое дело Рядом с твоим рабочим местом О чем ты говоришь? Рядом с моим центром открывает ателье Ты не знаешь? Это шутка? Что ты делаешь в этом районе, барыш? Ты не работаешь в большой больнице? Минуту Это что, совпадение? Ты считаешь, что Фелис собирается открывать ателье Для того, чтобы тебе отомстить? Не переживай Фелис до тебя нет дела больше Она выбрала прекрасный путь И делает большие шаги Даже имя твое не вспоминает А ты перевари все это и обдумай Видно, что он замнил себя попом земли А потом уходи из центра В другое место, понятно? Я не могу уйти Если это нужно Фелис, то Фелис не уйдет Мы нуждаемся в этом ателье Ты много всего сделала ей Еще и говоришь что-то Когда ты позвонил мне Я думала, ты хочешь извиниться Думала, у тебя оправдание есть Мы тебя не смогли узнать Очень жаль Больше не звони мне Ты понял меня? Даже если умирать будешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Папа! Ну-ка, что делаешь? Чем занимаешься? Ты купил мне динозавра? Ой, динозавр Сынок, постой Да я хотя бы выдохнусь Только пришел Ты что, забыл? Нет, я не могу забыть Я не забыл Но магазин был закрыт Поэтому я не купил Так вышло Завтра вместе купим, ладно? Давай, беги Да, я забыл Ладно, завтра купишь Хорошо Мои руки и за стол Ужин готов Хорошо Давай, сынок Идем Давай Возьми сам Давай Ты в порядке? Ты задумчивый? Да нет Я думаю о работе Завтра я увольняюсь В чем дело? Что-нибудь случилось? Нет, нет Ты же говорила, что часто посещаем И поэтому Немного непривычно Из-за этого Нужно оттуда уйти Может быть найду что-нибудь другое По-моему, ты хорошо придумал, Саваш Ман Да, сынок Саваш, это мое имя Не называй папу так Называй его любимый Любимый? Да Мама Мерта всегда так говорит И ты так папу называй Да, она так говорит Но это их слово Мы не можем так называть Что-нибудь придумаем новое, хорошо? Пусть будет Младший Он Саваш Младший А я Саваш Старший Как тебе это? Я не маленький А большой Если бы было так Тарелка была бы уже пустой Ты хорошо придумал это Даже не думай Что сможешь найти пациентов У меня есть люди Которым я могу посоветовать тебе Хорошие новости Хорошо Отлично Боже мой В огромном Стамбуле Откуда же он взялся? Из лотереи, что ли? Что он там забыл? Тихо Хикмет услышит Опять начнет эту тему Я не понимаю его смелости Посмотрите на него Невоспитанный Чего он добивается? Ты меня уговоришь И я закрою ателье? Вообще не думает Пока я говорила Вся тряслась Видите ли Для того, чтобы отомстить ему Ты решила Открыть там магазин Понимаешь? Боже мой Мы? Мы богаты Что я буду открывать магазин Чтобы отомстить ему Ведь так? Боже мой Какой глупый идиот Он взял это с того Потому что Вы кидали камнями В его окна Вместе Без меня Все еще издевается Как бы я взяла тебя с собой А? Ты тогда только из больницы вернулась Чечевичный суп ела с хлебом Как там назывался? Безглютеновый хлеб Ведь так? А потом из-за них у тебя газы образовались Ты подумала, что схватки Мы тебя в больницу отвезли Я впервые в жизни захотела чечевицу Я что, многого захотела, да? Да, поела Я беременна Я беременна? Ладно, беременна Мы поняли Поэтому тебя не взяли с собой Например, сегодня я ничего не ела И куска в рот не положила Не хочется Разве просто вынашивать близнецов? Милая, непросто Поэтому мы тебя не напрягаем Вот ремонт закончим И придешь В смысле? Ты завтра не пойдешь? Барышу оставишь? Оставить ему? Конечно, пойду Пусть он уходит, куда хочет Я пойду и посмотрю Как там идет работа работников Чечек, ты со мной? Отлично, вы идите Кидайтесь камнями, идите А столетняя подруга Самая лучшая подруга Будет отлеживаться здесь Давайте Хорошо, госпожа Фелис, хорошо Да нет, милая, ну что ты? С ума сошла? Боже мой, ты беременна Мы заботимся о тебе Чтобы ты не болела, не уставала Я не заболею Я тоже пойду с вами завтра Боже мой Ну хорошо пойдешь Пусть улай тоже идет В этом доме, кроме этого ребенка Никто больше не ценит меня Больше никто Как не стыдно Так, давай ложись Завтра рано вставать Я буду спать с вами Нет, ты не можешь Твоя кровать здесь Папа, пожалуйста Я хочу с вами Саваш, я буду злиться Давай ложись И дай это мне Сыночек Твоя кровать здесь Ты же знаешь это Ладно Давай договоримся Ты сегодня спи в своей кровати? Но может завтра папа разрешит Договорились? Хорошо? Молодец Молодец Давай Спокойной ночи Ах ты непослушный Свет выключить? Ну давай Доброй ночи Не давай ребенку обещания Которых не сможешь сдержать А если завтра пожелает этого? А что оставалось, Саваш? Ты не видел его состояние? Я не могу видеть его расстроенным И мне кажется, что он все понимает Что здесь что-то не так Нам придется разрешить ему спать с нами Ты не устал там месяцами спать, а? Твоя бедная спина Мне нормально Если хочешь Можешь спать здесь Нихаль, мы с тобой договорились И обсудили все моменты Если ты помнишь Все? Давай будем соблюдать Для меня ничего не изменилось Доброй ночи И тебе доброй ночи Стой ровно Чего кривляешься? Пусть он прячется от тебя Чего мне кривляться? Чтобы нервы не трепать Это здесь? Может быть, он ушел, Фелис? Куда ему уходить? Опять пришел Все перевернул Погоди Ты прилично ему ответила Я разберусь Только не прийди вечером домой И ты увидишь, что будет Тетя, я не войду в этот дом Пока он там находится, понятно? А что мне остается? Выбросить брата из дома? Он твой отец Да что бы ни было Ты не устал по улицам шляться, а? Погуляй еще и образуемся, понятно? Зачем тетке помогать, ведь так? Хоть чем-то занимайся, бездельник Тьфу на тебя Кто это? Да что бы его С отцом поссорился Видели бы вы моего брата Сама невинность От чего он хочет? Почему злится? От бездельничества? От чего же еще? Вот так бывает, когда нет матери Столько раз говорила брату, чтобы он женился Детям нужна мать Мать Много раз говорила, но А что с матерью? Она умерла Из-за того, что много говорит Я выгнала его Подумала, может быть, образумится Но не вышло Когда бежал, поранил руку Здравствуйте, соседи Мы вчера в той суматохе не познакомились Я Нургуль Работаю в Центре Здоровья Увидела, что вы пришли И решила поприветствовать Успехов вам Добро пожаловать Спасибо Зачем вы утруждались? Здоровье вашим рукам Что с доктором? Он пришел? Работает все еще? Пришел, написал заявление об увольнении Придет новый, и он уйдет Вы так злобно настроены друг против друга? Он трудоголик Зачем ему уходить? Не так ли? Спасибо большое Здоровья в вашем рукам Не нужно было утруждаться Проходите Все-таки соседи Здоровья в вашем ногам Спасибо огромное Хорошо, я пойду До встречи Ну вот, сработало Мне полегчало, клянусь Давайте закончим уже все здесь Давайте Почти закончилось? Только стены остались Быстрее сделаем их Надо подмести полы Вот, возьмите Как принимать, все написал Если будут проблемы, то приходите Пусть будет в прошлом До свидания Чай налить, доктор? Нет, спасибо Позови пациента Нет пациентов Послушай меня Ты собираешься уходить? Действительно? Госпожа Нургуль Ты что, расследуешь? Что хочешь узнать? Спрашивай Да нет, зачем мне интересоваться? Я пошла поприветствовать соседей Отнесла сладости им Традиции все-таки Она спросила, я сказала, что вы увольняетесь Не соврала ли я, поэтому спрашиваю Ты же видела, я написала заявление Зачем спрашиваешь? Придет новый доктор, я уйду Ты будешь еще долго ждать Не придет сюда никто Не придет Послушай Они тобой очень интересуются Лично спросила, ушел доктор или нет Ради богу, скажи мне, что ты им сделала? Чего они от тебя хотят? Принеси мне чай, о котором ты говорила Я попью и смотрю пациента Мы на рабочем месте, ведь так? Ладно, ладно, не говори Государственная тайна прям Видно же, что-то не так Ты не договариваешь меня, и я не понимаю этого Аллах, Аллах Девочки, дайте мне работу, а? Я сижу сложа руки А ты находишься под впечатлением, ведь так? Может быть окна открыть, что скажешь? Нет, дорогая, тут хорошо дует, не хочу Да, слушаю Да Я звонила по поводу машинок, да Да, конечно Мы берем все сразу Да Завтра подойдет Еще как подойдет Хорошо, ждем завтра Огромное спасибо Я скину вам адрес, хорошо Хорошо В чем дело? Ты купила все сразу? Погоди минуту, погоди Был один магазин, он закрывался Так вот И в нем были старые машинки Бу, конечно Но очень приличные И мы их все купили К тому же очень дешево Ура! Ну и? Завтра открываемся? Ну вроде так Дела пошли в гору Это удача моих детей, клянусь Они очень удачливые будут Сплюнь, чтобы не сглазить Ну конечно же Это заслуга малышей Аллах, Аллах Аллах нам помогает Все будет хорошо Мы сделаем грандиозное открытие Чтобы все враги обзавидовались Приглашаем всех Знакомых, незнакомых Накрываем стол, пироги, кексы и так далее И покажем всем, что мы умеем готовить И откроемся Ведь так? Да, сделаем так У меня тоже есть враги И я хотела бы их позвить Ну хорошо Я позову Кирас и Фико Конечно, дорогая, зови Зови, зови, конечно Пусть увидят свою бизнес-леди Пусть гордятся Пусть ценят немного Давай, звони Тогда я позвоню Потом он ломился в класс Схватил ее за руку и вывел А учитель не злился? А что он скажет-то, а? Я же говорю, он крутой А учитель, наверное, кирпичей наложил До такой степени? Конечно, подруга В этом и вся фишка Ты влюбилась в него именно из-за этого Жестокого и независимого поведения Я уже дочитываю книгу, потом дам тебе Хорошо, я почитаю Но я не поняла одного Раз девушка богатая Почему влюбляется в обычного бедного парня? Потому что это опасно, понимаешь? Ты не знаешь, как дела обстоят в бедных поселках Ну да, я не знаю, откуда мне Чтобы остаться в живых, в этой жизни нужно быть жестокими Если будешь мямлей, тебе конец У этого парня толстые стены Но за его характером вскрывается доброе сердце Он влюбился в девушку, и все его стены рухнули Это очень круто Когда у человека есть такой любимый человек По-моему, тоже Мне звонит сестра Я пойду отвечу ей Узнаю, чего хочет Звоню уже в третий раз Трубку не берет Может быть, на уроке? О, звонит Алло, Кирас? Алло, сестра Ты мне звонила? Я не слышала Я хотела сказать тебе кое-что Скоро мы открываем ателье Хорошо, это хорошо Мы собирались позвать папу и тетю Может быть, вы придете? Хорошо, можно Но сейчас у меня домашнее задание есть Хорошо Увидимся Пока-пока В чем дело, подруга? Что-нибудь не то сказала тебе, да? Именно Боже, они все одинаковые В наше время все боялись взрослых А сейчас сами себе на уме Никого не бояться Я прошу вас только осторожнее, ладно? Большое спасибо Ягненок мой, ты ведь не устала? Нет, конечно же Как я могу устать? Особенно в день открытия Так красиво стало, ведь так? И Кирас понравится здесь Вот увидишь, мини или болы Все будут здесь бегать И удача никогда не покинет нас Мой ягненок Аминь, дай Аллах Девочки, пойдемте Занесем вон тебе стулья Туфан, иди сюда Прислоним шкаф, давай Мой ягненок Продолжение следует... 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 Пусть народ поест. Ты серьезно? Вау, а я об этом не знаю. Странно. Мы даже на ТВ не давали рекламу. Что, прости, это шутка? Я говорю, что тебе нужно. Почему ищешь Фелис? Да что мне может быть нужно? Аллах, Аллах. Как же вы любите преувеличивать? Просто у тебя есть рана, поэтому так остро воспринимаешь. Ничего подобного. Ваш хикмет закрыл в доме Барыши девушку. Я пришел сообщить об этом. Пусть об этом знает и делает, что хочет. Что? Ты что говоришь? Думаешь, что говоришь? Клеветать не стыдно? Ну вот еще. Сейчас получишь. Не переговаривайся со мной. Это вы уже сами решаете. А я, как ваш сосед, решил сообщить. Играешь в игры подлого соседа? Ведь так? Отдай пироги. Еще и пироги мои несет. На, возьми. Вообще не знаю, зачем я взял их. Девушка, я не знаю, в курсе вы или нет. Но я говорю это, чтобы было лучше, чтобы не было проблем. А опять виноват я. Смотри-ка, как хорошо увидел в этом вину. Давай, иди отсюда. Паша плохого не сделает. А ты иди прибежись к кому-нибудь другому. Вот дает. Что бы я ни делал, не могу угодить. Да ладно тебе. А если Рахмет увидит Барыша? Клянусь, Хикмет устроит большой скандал. Если хочешь, я пойду поговорю с ним. Нет-нет, ты не будешь с ним говорить. Я сама поговорю. Сколько это будет продолжаться, а? Мы пытаемся работать тут, а я обязана все время его увидеть здесь. Пусть уезжает скорее, хватит уже. Дядя, возьми вот это. Пей каждый час, понятно? А иначе не поправишься. Спасибо, сынок. Не за что, дядя. Выздоравливай скорее. Пусть Аллах хранит тебя. И тебя тоже. Девушка, туда нельзя. Господин врач, я говорила ей, что нельзя. Но она не послушала меня. Хорошо, ничего страшного нет. Подожди снаружи. Да. Когда уедешь? Придет новый доктор, и ты же знаешь это. Вечером открытие. Придут мои братья. Не путайся тут, понятно? Супер. Я принимаю больных, и... Меня это не интересует. Если тебя увидят, будет скандал. У нас сегодня важный день. Я не хочу, чтобы он был испорчен, понятно? Посмотри на часы. В пять я отсюда уйду. Чего ты еще хочешь, а? Что мне сделать? Когда ты отсюда будешь выходить, смотри по сторонам. Не попадайся, понятно? Я не спасу тебя от рук Хикмета. Мне все равно, что будет с тобой. Но я защищаю своих братьев. Супер. Ты причинил им много вреда. Ты правильно поступаешь. Я буду внимательна. Теперь можешь идти. Как будто я собиралась оставаться тупица. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok